Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Дом знаний. В Комсомольском районе сегодня открылась новая школа. Новый облик. В Чебоксарах будет реконструирована московская набережная. Доктор Айболит. Сегодня профессиональный праздник представителей одной из самых гуманных профессий. Новоселье накануне Дня знаний. Сегодня в селе Альбусюрбеево Комсомольского района открылась новая школа. Подробности в нашем репортаже. Многие годы дети из этого села обучались в деревянном здании. Ученикам приходилось мириться с часто протекающей кровлей и холодными зимой классами. Старая школа отмечалась тем, что там были деревянные окна. Спорталы и столовые находились в разных местах. На строительство новой школы было выделено более 150 миллионов рублей. Работы начались в июне прошлого года. Преподаватели говорят о таком и не мечтали. Актовый зал, библиотека, медицинский блок, современная кухня, стадион и хоккейная коробка. Вместе с учениками новоселья здесь правят и дошколята. По сравнению со старой школой, конечно, это дворец, можно сказать, для детей, рассчитанный на 165 школьников и на 40 мест для дошкольников. С открытием новой школы удастся разгрузить и другие. Сюда будут приезжать дети из пяти деревень. Мы с селянами, с учителями, школьниками в прошлом году посвящали старую школу. Можно сказать, школа является почти нашим ровесником. Я слышал высказывания учителей, родителей. Кто-то волновался, сомневался, будет ли на самом деле построена и введена новая школа в канун Дня знаний 2016 года. На самом деле мечта сбывается, хотя мы ни одну школу вводили последние годы. Строить новые школы в республике продолжат. Федеральная программа рассчитана на 10 лет. Условия для получения качественного образования будут созданы в каждом муниципалитете. В течение 10 лет мы построим, реконструируем старые школы. Это 32 образовательные школы. Общее количество школьных мест будет 16,5 тысяч. Для этого мы по вчерашним ценам уже расчетно просчитали где-то 19,5 миллиарда рублей будем выделять. Почему мы это делаем? Потому что все мы с вами хотим, чтобы наши дети имели хорошее будущее. После торжественной части инспекционная проверка. Качеством проведенных работ глава республики остался доволен. Подрядчики говорят, что при возведении школы использовали самые современные материалы. Впрочем, оценки строителям поставят учителя. 1 сентября здесь вновь состоится торжественная линейка. Медрик Ковалев, Татьяна Раевская и Сергей Адушкин. Республика. Сегодня же глава Чувашии посетил Шемершинский район. В муниципалитете подвели итоги социально-экономического развития района за первое полугодие. Подробности в нашем завтрашнем выпуске программы «Республика». А сейчас к другим темам. 1 сентября. Для более чем 130 тысяч юных жителей Чувашии и их родителей особый день. Начинается новый учебный год. В преддверии Дня знаний сотрудники МВД проверяют школу на безопасность. Но и сами полицейские тоже проходят проверку. В управлении по городу Чебоксары прошел строевой смотр личного состава, который провел министр внутренних дел по Чувашской республике Сергей Нияскин. Министр оценил внешний вид сотрудников, наличие удостоверений, жетонов, а также состояние служебных автомобилей. Перед началом смотра троих полицейских наградили почетными грамотами МВД республики. Сотрудники проявили профессионализм при раскрытии тяжкого преступления по горячим следам. Глава ведомства Сергей Нияскин побывал также в городском центре управления нарядами, куда поступает вся информация об оперативной обстановке в городе. Здесь же дежурные принимают звонки, поступающие по телефону 02. В Алатарском и Порецком районах продолжают устранять последствия африканской чумы свиней. В обоих муниципалитетах сейчас действует режим чрезвычайной ситуации. Ликвидация болезни на контроле у правительства республики. Накануне в мобильном штабе на карантинном посту глава Чувашии провел совещание с руководителями экстренных служб и главами районов. Подробности у Дмитрия Ковалева. На карантинных постах тотальный контроль. Каждую машину досматривают полицейские, после колеса обрабатывают специальным раствором. В попытке пересечь КПП с Котромбандой уже были. Специалисты изъяли порядка 700 килограммов мяса. Сдать свинину добровольно жители Порецкого района были обязаны еще на прошлой неделе. Те, кто сделать это, отказался. Компенсацию не получат. У нас на Польном это был срок до 26 августа. А в Сурском Майдане и в 5 поселениях там тоже срок установлен до 31 августа. Часть населения еще осознает, они сдают свою продукцию, которую спрятали. Если какая-то информация поступает, так же комиссионно туда мы выезжаем, проверяем. В обоих муниципалитетах уничтожено порядка 3000 свиней. Сейчас специалисты изымают животных и мясо у жителей Алатарского района. В опасную зону здесь попало больше 10 населенных пунктов. Глава администрации отмечает, что пока проблем не возникает. Сегодня идет подбор. Все, значит, свинопоголовья, которые были умерщены, вывезены в Сурский Майдан. Там было подготовлено две траншеи. Одна траншея была подготовлена чисто для свинопоголовья очага. И другая мы свозили, не касаясь очага, в другую траншею. Выплата компенсации уже началась. За килограмм живого веса людям возместят по 102 рубля. Стоимость одного килограмма мяса превышает 140 рублей. На проведение организационных мероприятий по обеспечению безопасности территорий Алатарского, Борецкого районов направлено 5 миллионов 164 тысячи рублей. На возмещение ущерба связи с очужением животных 18 миллионов 239 тысяч рублей. Это по представленным первичным документам. Но у большинства личных подсобных хозяйств накопились запасы овощей, предназначенных для корма животных. Жителям помогут приобрести по доступным ценам другой вид скота. Все хозяйства могут подать заявку на приобретение того или иного вида скота. Мы обеспечим, если кто-то хочет овец приобрести, и овец привезем, и телят привезем. По доступным нормальным ценам завоз мы обеспечим. Карантин может продлиться еще месяц. За это время в селах, где были обнаружены очаги вируса, будет проведена дезинфекция. Но завести свиней жители пострадавших муниципалитетов смогут только через год. Медрик Валев и Расиль Мухаммедов. Республика. Эксперты Фонда развития гражданского общества оценили предвыборные программы партии на думских выборах. Как сообщает информационное агентство РБК, предвыборные программы партии оценивались по четырем параметрам. Реалистичность, системность, антипопулизм и электоральную привлекательность. Наибольшее количество баллов в рейтинге получила «Единая Россия» – 19 из 20 возможных. На втором месте рейтинга оказалось КПРФ с результатом 15 баллов. Тройку получили коммунисты в графе «антипопулизм». Третье место рейтинга с результатом в 12 баллов заняли программы ЛДПР «Справедливая Россия» и «Родина». По данным экспертов, самый низкий балл получила программа партии народной свободы «Парнас» – 7 баллов. Напомним, выборы в Госдуму России пройдут 18 сентября 2016 года. Одновременно с ними состоятся выборы и в Государственный совет Чувашии. А исследовательский центр информационного агентства «ТАСС» изучил социальные сети 14 партий, которые будут участвовать в выборах Госдумы России. В исследовании отмечается, кто делает ставку на привлечение избирателя через Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм. Лидер по количеству подписчиков в соцсетях «Единая Россия». Официальная группа Фейсбук закрыта, и чтобы подписаться на нее, необходимо одобрение модератора. В этой группе партия публикует те же официальные новости, что и в открытых группах и на других площадках ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, Ютуб и Инстаграм. Второе место по количеству подписчиков занимает другая парламентская партия – ЛДПР. На сайте политического объединения есть ссылки на официальные аккаунты ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники и Твиттер. В большинстве сообщений – ньюсмейкер Владимир Жириновский. Аккаунт Инстаграм есть только у молодежного крыла партии. Площадка называется «Молодежь ЛДПР». Замыкает тройку лидеров КПРФ. Партия в своих аккаунтах в интернете также выкладывает практически одинаковый контент. Новости, региональная активность, мнение лидеров о политических событиях в стране и в мире. Данные актуальны на 12 часов по московскому времени на 19 августа. 43 миллиона пенсионеров смогут получить единовременную выплату в 5000 рублей уже в январе 2017 года. Из них около 370 тысяч проживает в Чувашии. На прошедшей сегодня пресс-конференции в Республиканском отделении пенсионного фонда журналистам рассказали о деталях. Первая индексация пенсии была проведена правительством России в начале этого года и составила 4%. Взамен второй Минтруда страны предложила единоразовую выплату всем без исключения пенсионерам и работающим и нет из расчета на инфляцию. Она составит 5000 рублей и будет произведена в январе будущего года. По расчетам профильного министерства отказ от второй индексации позволит сэкономить более 1,3 триллиона рублей в ближайшие три года. Сейчас главное запустить механизм этих выплат. В целом на это уйдет, наверное, 4 месяца. К декабрю все нормативные акты будут готовы и мы с январской пенсией, мы эту сумму безболезненно всем пенсионерам можем выплатить. Социальная поддержка важна не только пенсионерам, но и людям трудоспособного возраста. Чувашия находится на третьем месте по трудоустройству среди регионов Приволжского федерального округа. По каждому конкретному случаю правительству приходится принимать особые меры. Мы планируем 80 миллионов направить на поддержку предприятия тракторного завода. Вы знаете, там непростая ситуация. Часть людей находится в вынужденных отпусках, а часть предприятий концерна находится в простое. Здесь принцип очень простой. Мы предлагаем и говорим тракторному заводу, значит, вы своих работников не увольняйте. Сохраняйте рабочие кадры в период кризисной ситуации. Из бюджета мы вам будем выплачивать на каждого работника в пределах 7 тысяч рублей. Возвращаясь к теме индексации, руководитель ведомства подчеркнула, что идет разработка бюджета. Расходы просчитываются. И начиная с 2017 года ожидается индексация пенсий в полном объеме. Алена Алтухова, Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика. 24 миллиона рублей из резервного фонда президента страны выделены на ремонт инфекционного отделения Чебоксарской горбольницы номер 2 и Центра сопровождения детей в Канаше. Наша съемочная группа выяснила, какой требуется ремонт и когда он будет закончен. 10 из 24 миллионов рублей будут направлены на капитальный ремонт инфекционного стационара Чебоксарской городской детской больницы номер 2. Он работает с декабря 1969 года. В разные годы там проводился только косметический ремонт. Так что необходимость в капитальной реконструкции назрела давно. Ежегодно в стационар госпитализируется до 9 тысяч пациентов со всей республики. Это большая радость для всего коллектива детской инфекционной больницы, потому что эти деньги будут использованы для ремонта первого боксированного отделения, которое требует ремонта капитального. Отделение состоит из 11 боксов на 28 коек. И кроме этого будут проведены ремонтные работы по устройству вентиляции, сантехнических коммуникаций и электрики. Проектно-сметная документация уже готова. Мы ремонтные работы включили в план график. Я думаю, что все документарные работы будут проведены к середине октября. И осенью до конца календарного года 2016 мы закончим этот ремонт. Оставшиеся 14 миллионов рублей из резервного фонда президента России будут направлены на капитальный ремонт здания, центра образования и комплексного сопровождения детей в Канаше. Это учебное здание введено в эксплуатацию в 1960 году. А в настоящее время физический износ составляет более 65%. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика. Издалека долго не только течет волга, но и решается вопрос реконструкции ее набережной в Чебоксарах. За два десятка лет она фактически не изменилась. Однако к следующему лету, судя по всему, должна преобразиться. Если при упоминании реконструкции Московской набережной в Чебоксарах вам представляются новые архитектурные объекты, спуски к воде, пирсы и прочее, то вы будете разочарованы. Как отметила директор управления ЖКХ и благоустройства, набережная – это берегоукрепляющее сооружение. И сильно развернуться здесь не получится. Поэтому изменения, которые планируются, это скорее благоустройство. Стоимость первого этапа – 136 миллионов рублей. В рамках исполнения контракта, значит, будет, в рамках благоустройства будет выполнено устройство тротуара – 4,5 метра, велодорожки – 2,5 метра, дороги – 5,5 метров и такой технический проезд. И зеленые зоны будут. То есть зоны отдыха, спортивные зоны, в том числе и пляж. Также зоны, где будет там общепит располагаться. Это вот в целом, что будет в процессе реконструкции. Появится новое освещение, появится здесь ливневая канализация, будут новые очистные сооружения. Средства на реконструкцию город получил в рамках федеральной программы развития внутреннего и внешнего туризма. В общей сложности на первом этапе благоустроят чуть более 880 метров из 6 километров. В проекте, который разрабатывала казанская фирма, Московская набережная выглядит так. Что будет в реальности, покажет время. Сейчас же начали ремонтировать дорогу и очищать территорию от незаконных построек. Так, например, с насиженного места снимается ДСААФ. Многочисленных лодок вдоль берега тоже не будет. Зато на месте останется яхт-клуб. Как пояснили в управлении ЖКХ и благоустройство, территорию клуба в собственности. Результаты горожане должны увидеть уже к следующему лету. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика. 31 августа ветеринары отмечают свой профессиональный праздник. К представителям самой доброй профессии отправилась Юлия Важенина. Приходи к нему лечиться. И корова, и волчица. Отечественные болиты сегодня принимают поздравления. Вылечить глаз котенку, поставить прибивку щенку, наложить гипс морской свинки. Эти врачи помогут каждому пациенту от медведя до рыбки. Награда бесценна. Радостные лица владельцев спасенного хомячка, лиздувшая с благодарностью руку кошка. Знаменитое стихотворение Корнея Чуковского – это яркое воплощение образа ветеринарного врача. Сложно найти более добрую профессию на всем белом свете, чем это. Конечно, сейчас технологии оказания медпомощи животным шагнули далеко вперед. Братьям нашим меньшим делают сложнейшие операции, назначают физиопроцедуры, делают инъекции. И все же без чутья и интуиции не обойтись. Морская свинка или кошка не может сказать, что у нее болит. Бывает, больше времени уходит на успокоение пациента, чем на выявление причин его недомогания. У животных очень много болезней, можно сказать, как у человека. Некоторые болезни идентичны. Но вот есть такой момент, просто у нас есть небольшая сезонность. Например, зимой это в основном пациенты инфекционные. Летом травма очень много, падений летом бывает у кошек. У собак тоже ДТП часто попадают. Кошка Лариса и ее сынок Чарльз – давние пациенты клиники. У котика проблемы с глазом, и ему требуется операция. А Лариса хирургическое вмешательство уже перенесла, ее стерилизовали. И это, пожалуй, самый гуманный способ помешать появлению на улицах беспризорных животных. У нас цивилизованное государство. И мы должны помогать не только людям, но и животным. Потому что все-таки их достаточно много. Они несут тоже опасно для людей, особенно уличные животные, которые бегают непривитые, не стерилизованные. Но, наверное, эту проблему нужно решать в ближайшие пару лет, как в Европе. Например, все животные чипированы, они под наблюдением и всегда под контролем властей. Профессия ветеринара становится все популярнее. Купив дорогого породистого щенка или симпатичного крокодильчика, хозяева не жалеют никаких денег для лечения или спасения жизни своего любимца. Но все же стать настоящим профессионалом можно только если сильно любишь животных. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. Врач, пожарный, полицейский и дрессировщик дельфинов. Такие профессии выбирали чебоксарские первоклашки в прошлом году. Один из ведущих интернет-провайдеров Чувашии уже четвертый год подряд проводит ежегодный детский праздник «Дети – наше будущее». В этом году город-профессии развернется на Красной площади. Репортаж о будущем празднике смотрите далее. А я с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Потрогать, понюхать и даже очистить на вкус будущую профессию сможет каждый ребенок. На главной площади Чебоксар установят тематические палатки. Специалисты расскажут и покажут малышам, почему их профессия самая нужная. Можно ощутить себя пожарным, можно быть кинологом, врачом, зоологом, будут площадки с животными, будет площадка «Я – космонавт», будет планетарий, в котором можно будет посмотреть, как же выглядит звездное небо на самом деле, будет площадка «Я – клоун». Каждый ребенок сможет выбрать для себя что-то самое-самое интересное. Еще до открытия праздника сотрудники компании «Инфолинк» объедут все школы столицы республики. Они сфотографируют первоклассников и спросят у каждого ребенка, кем он хочет стать, когда вырастет. «Космонавт»! В опросе участвуют все первоклассники города, их немало. В этом году их более 6,5 тысяч. Ну и самые распространенные профессии, как обычно, «Я – врач», «Я – полицейский», «Я – учитель», «Я – воспитатель». А самые необычные из профессий – «Я – палеонтолог», «Я – ихтеолог». Фотографии детей и их ответы можно будет увидеть во вторую субботу сентября на Красной площади Чебоксар. Площадки с профессиями начнут работу в 12 часов. На протяжении всего дня на сцене будет идти праздничный концерт. А в конце дня дети загадают желание и выпустят в небо тысячи разноцветных шаров. Приглашаем на эти площадки всех детей, их родителей, всех жителей столицы. Такое мероприятие проходит редко. И, конечно, ждем гостей в наш славный город Чебоксара на Красную площадь. Идея компании «Инфолинк» привлекла внимание не только горожан, но и гостей столицы. В этом году проект компании «Инфолинк. Дети – наше будущее» победил в номинации «Вовлечение и развитие местных сообществ» с Российской премией «Благое дело» среди 163 представленных проектов. «Инфолинк» был награжден премией Всероссийской общественной организации «Деловая Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин